Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самуэле Адамяне. Ребята, что происходит на сегодняшний момент? Нади, как всегда, трясучка. Вообще, я так понимаю, что у этой женщины много-много странностей. Ноги все время где-то болтаются, она их постоянно шевелит, это, наверное, какой-то нервный тик, рот постоянно открыт. Еще и трясучка в присутствии севки. Она, знаете, вот такая вот какая-то девица тургеневских времен, которая видит мужчину, и у нее начинаются конвульсии. То есть она просто впадает в какой-то ступор. А уж когда севка снимает ее готовку, для нее это особенный какой-то процесс. Почему? Потому что только в этом она себя считает состоявшейся, и для нее очень важно, чтобы он не нашел к чему придраться. И начинается какая-то конкретная паника и страх, и от этого ее трясучка. И опять-таки смотришь на нее и думаешь, блин, да тебе че не пофиг, ты вообще приехала в гости, ты не обязана стоять у плиты. Но Надя прекрасно понимает, что без плиты, без стеба, без издевательств, каких-то прикольчиков, она и нафиг севке не нужна. Поэтому она приезжает в гости не расслабляться и отдыхать, а конкретно впахивать на контент. Ну и вообще посмотрела вот этот процесс приготовления, это нечто. Севка тесто мацает, мама тесто мацает, Надя тесто мацает. Короче, три пары рук все опробовали качество будущих пирожков. Мама еще, ребята, умудрилась и в зубах ковырнуть там что-то, какую-то вкусняшку достать, заглотнуть. И после этого прикоснуться к этому тесту. Короче, всем а-ля приятного аппетита. И три пары рук оценили качество теста и, конечно же, готовых изделий. Я на это смотрела и думаю, блин, неужели после этого находятся желающие это все покупать. Когда севка беляши, да, эти человеку упаковывал, руками их схватил, в кулек докинул. Ну, короче, не знаю, я бы такое стопудово не рискнула есть. И когда они даже оправдывают это тем, что в пекарнях работают таким же образом, да, в официальных, например, там Франсуа у нас есть и тому подобное. Ну, простите, ребята, там, по крайней мере, это все в перчатках, выдают тебе, берут эти булочки щипчиками и при тебе упаковывают. И опять-таки, там нет ногтей, там нет покрытия лакового на ногтях и так далее. Там работают элементарно в колпаке, переднике, ну, в общем, специальная форма. Поэтому как-то берешь, ну, нормально на это реагируешь. Но когда смотришь, как это происходит у мамы, у Нади и у Секи, желание вообще напрочь от любой выпечки просто пропадает. Одно желание, если уже захотелось, самостоятельно приготовить вкусняшку. Ну, и дальше, ребята, Надя в очередной раз меня поразила. Как же она переживает за каждую царапинку, за каждую тсяточку, я не знаю, ссадинку на руках Самбелла. Это нечто, как женщина его бережет. То за спинку его волнуется, потому что не дожила бы до утра, если б с его спиной что-то случилось и она болела. То за ручки, думаю, як это кончено. Вот просто як это кончено. Простите, у нас в стране война, у нас гибнут люди, у нас ребята получают ранения, получают увечья, остаются без рук, без ног. Это жутко. На это смотришь и только в одном состоянии находишься слез. А здесь тетка переживает за то, что у здорового халуя, который держит в руках камеру, простите за мой французский, на руке царапинка или на руке ссадинка. Или он переутомится от того, что сумочку на пятый этаж поднимет. Я не знаю, ему все-таки самому не противно от того, что к ним обращаются даже не как с женщиной, как с каким-то недоразвитым ребенком. Вот реально я не хочу никого обидеть, но вот как с ребенком, у которого конкретные какие-то физические отклонения и недостатки. И как вообще это допустимо в тот момент, когда в мире такое происходит, в нашей стране такое происходит, когда мирное население такие же ранения получают, дети, блин, ранения получают. А Надя переживает за ссадинки и царапинки у Севки. Ну и дальше Надя Севку уговаривает выпить домашнего молочка с вареничком, как он любит. На что Севка жалуется, что очень боится пить домашнее молоко, чтобы не сойти с ума. Севка, по-моему, сойти больше с ума, чем ты сошел, это уже на уровне ген каких-то, наверное, передалось молоком матери. Просто невозможно, поэтому пей его спокойно. Но Надя, конечно же, как всегда, успокоила Севку и объяснила, что берет молоко у очень хороших людей, поэтому в качестве молока уверена. Но, скажем так, такое себе. Почему? Потому что, первое, если люди хорошие, это не говорит о том, что животное абсолютно здорово. То есть, ты можешь уверять, что это качественное молоко в том случае, если ты видел, да, лабораторное исследование крови, что животное действительно здорово, у него есть все прививки и так далее. Второй момент насчет чистоплотости. Ну, ребятам, первое, что хочу сказать, это для тех, кто покупает домашнее молоко, обращайте внимание на тару. Почему? Потому что вот там были упаковочки, да, вот эти баклажки с бювейта, с подминеральной воды, то есть, это вторичное использование пластика, должна быть индивидуальная тара. Самый идеальный вариант – это стеклянная банка. Вроде бы прошлый век, но факт остается фактом, потому что банку можно термически обработать и полноценно помыть. Простите, как можно баклажку, которая была в использовании, нормально полноценно вымыть? Абсолютно никак. Второй момент – откуда столько баклажек? Ну, возьмем минималку, пусть там корова дает 18 литров молока. А полутора литровые баклажки. То есть, посчитайте на секундочку, сколько баклажек – это всего лишь в день человеку необходимо. И неужели его семья поглощает столько минеральных вод, напитков, неважно, да, вот этой тары пластиковой, чтобы было куда разливать молоко? Конечно же, нет. Две стороны медали. Первое – баклажки берут бомжи с мусорок, да, собирают, им дают за это какие-то копейки и берут эти баклажки. Их моют, потом в них дуют, чтобы она опять приняла нормальную форму. Ну, короче, такое себе, да, удовольствие. А вторая сторона медали – могут отдавать люди. Люди обычно отдают, говорят, я с горла не пил, там никто не пил, возьмите, пожалуйста, баклажки. Ну, короче, если вы не собираетесь, как сказать правильно, обдавать переработки, термической обработки это молоко, поддавать, да, его кипятить, то мой вам совет – откажитесь от такого молока. Потому что, неизвестно, может, там бомж допил с этой баклажечки. Ну, короче, это я вам говорю, как человек с опытом в этой сфере. Лучше брать либо действительно индивидуальную новую пластиковую тару, либо стекло. И когда Надя утверждает, что это 100% качественное молоко, могу это 100% опровергнуть, оно уже не есть качественное, потому что оно налито в непонятную, ну, не расфасовано, да, налито в непонятную тару. И уже по этой бы причине я бы это молоко своей семье не взяла. Быстрее бы купила пакетированное магазинное, чем молоко вот такого сомнительного уже качества. Ну, и дальше Севка перешел к тому, что мама, как всегда, демонстрирует интим. Мама кричит, не снимай, на что Севка сказал, причем здесь камера, это вижу я. Ну, даже если ты это увидел, да, какой-то момент, я не знаю, ну, ребята, всякое в жизни может быть нормальный человек, сделает вид, что он этого не увидел. Но не будет на ролике ставить акценты на том, что мамка опять в неподобающем виде. Хотя нам-то, в принципе, Фиолетова, это твоя мама, и тебе жить с тем позором, который ты демонстрируешь все, что связано с ней. Ты сам ее опускаешь каждый раз ниже Плинтуса, и на этом зарабатываешь разом больше, разом меньше. Это уже просто ни о чем. Ну, и дальше обратила внимание, ребята, какая надежда врожденная частюля. Ведь именно так она себя позиционирует, и нам доказывает, какая она чистоплотная женщина. Достала у мамы там из-за кормов родины крышки капроновые, и даже не удосужилась их сполоснуть, помыть, потому что неизвестно, да, может быть, они в пыли, может быть, они грязные, не помыты. Ну, в общем, много, да, нюансов. Нет, она взяла тряпочка и протерла, шмяк на банку с вареньем, и полный порядочек. Именно частюли так и поступают. И обратите внимание, у Нади это было просто на автоматизме. Достала, протерла, шмяк на банку и досвидос. Ну, и дальше к севке с Надей присоединилась мама. И тоже всем нам рассказала, какая она замечательная хозяйка. И раньше тоже она напекала пирогов. Вот такая гостеприимная она была. Ребята, я верю, человек, да, который умеет готовить фуа-гру, артишоки, для нее приготовить пирожки, это детский лепет и просто ни о чем. И интересно, где же все вот эти мамкины навыки делись. А вообще, я понимаю, это действительно человек не женщина, а кибер. Человек талантливый, талантлив во всем, что только мама не умеет. И все ей по плечу. И совсем она готова справляться. Почему мы не застали те времена, когда мама наготавливала, да, кулинарных изысков. Девять своих или восемь салатов. Еще и пирожки напекала. С мясом возилась. Ну, в общем, женщина, да, настоящая, с большой буквы «Ж». Куда же это все делать? Ну, и дальше мамка пожаловала, что в прошлый раз не смогла проявить все свое гостеприимство по отношению к Наде. Чайник сгорел, и даже чай не смогла ее напоить. Ну, да, действительно, проблема века. Во-первых, можно было настоять, чтобы Севка тебе купил чайник. Нет, там Зину напрячь, чтобы она пулечкой сгоняла, приобрела его и притащила. Ну, или третий вариант, самый элементарный, закипятить в кастрюльке водички и напоить человека чаем. Это если бы очень хотелось. Ну, а тем временем Надя хвалится, Белла. И как вы думаете, за что? За то, как он лепит пирожки. Не каждый так сможет. Надя, тебе самой не противно вот так вот подлизывать? Человек, который участвовал в мастер-шефе, который себя позиционирует, как там, я не знаю, реально высшего пилотажа повар. Который критикует всех других поваров, и даже таких, как Эктор Хименос Браво. Да ему эти пирожки, это как семечки. На лавочку сесть полускать. О чем вообще проблема? И как вот так можно приторно, не знаю, льстиво подлизывать севки и ради чего это делать? Ну, и дальше уже готовые пирожки с пылу с жару. Мамка помацала, Севка помацала, Надя помацала. Всем, короче, ребята, приятного аппетита. Кушайте, не обляпайтесь. Ну, и дальше пошел засер Саши шпака. А все почему? Потому что Надя ему пишет. Но Надя уходит в отрицалово и говорит, что этого она ни разу не делала. А зрители все врут и лгут. На что Севка начал высмеивать внешность шпака. Хотя интересно, чем, например, внешность шпака отличается от внешности Коки. У шпака татуаж бровей, у Коки мастер-бровист. У шпака губки не в порядке, да, такие раздутые. И Коки делает губки дудочкой. Так вот, у меня возникает вопрос, в чем отличие между вот этими двумя экземплярами? Внешне абсолютно никаких отличий нет. Но единственное, что Коки пока тени не используют в макияже. И губки не подкрашивают, а так один в один. И как можно засрать шпака и при этом не тронуть собственного Коки. Но даже УТВ вызвал шок, да, внешность, вызвала шок именно внешность шпака. И мне интересно, мама, там вы критикуете, какой ужас, почему вы молчите за Коки. При этом вы кричите, что вы правдорубка такая вот, да, рубите правду матку просто с плеча. Но при этом за Коки маме помалкивает. Ну и Надя, ребята, поверила, повелась, да, на то, что действительно севка типа ревнует и его это колышет. И давай оправдываться. Не в жизнь, никогда. Севку она ни на кого не променяет. Правильно, севка не променяет. Надя, твой крест до конца, до победного. Почему не променяет? Потому что понятно, что шпаку, Саша, она и нахрен не нужна. И никакому другому блогеру Надя тоже не нужна. Поэтому севка это твой крест и тебе с ним идти по жизни. Ну и дальше, ребята, началась реклама мамыных трусов. Трусы новые с этикеткой. Цена, по-моему, 25 долларов. Или 25, или 28. Это американские трусы. Ни разу мамы не ношены. Она такие трусы не носит, а ходит исключительно в севкиных. Севкиных у нее запас большой. Поэтому даже вообще не заморачивайтесь. Это просто от мамы трусы. И мамка так и требует, чтобы севка объявлял трусы. Мало того, они со скидкой не 28 долларов, да, больше 1000 гривен. А всего лишь за 500 мама эти труханы продает желающим. Ребята, это просто занавес. Мне очень интересно, неужели кто-то рискнет их действительно купить. Ну и Надя, ребята, пошла на конкретные риски и продает платье, которое было ей подарено Самвелом. А продает и говорит, что это платье счастливое. Оно принесет вам счастье. И мне интересно, Надя, как же ты счастливым платьем, которое приносит счастье, берешь и расстаешься. Нужно было отнести к шевье, да, к портнихе. Там не важно, чтобы тебе его ушили, привели в порядок и носить его дальше. Ребята, вы вообще можете представить, Надя, которая перепродает Сивкин подарок. Действительно, тетка слетела с катушек, отдает кому-то свое счастье. Вот это вот заговоренное, фантастически счастливое вещь платье. Ну и дальше, конечно, начались разговоры по поводу питания мамы. Я вообще обратила внимание, это был шедевральный ролик, как в четыре руки кормят одну маму. Вроде бы одна маленькая старушка, одна маленькая бабулечка, которой там еды надо с Гулькин нос. Нет, здесь же все на вот этом поприще кулинарном стоят и пытаются накормить маму. Ну и вроде бы накормили, но и здесь не угодили. Мамка жалуется, что прислуга пересолила ее салат. И есть это невозможно. И просит Надю в следующий раз быть повнимательнее. Капец, ребята, в салат насыпать зелень, да, нарезать огурец, кинуть там три куска авокадо и каплю оливкового масла. Мама даже это приготовить не может. Ну а с другой стороны, нафига Казе Баян, зачем маме там напрягаться и что-то делать, если с этой целью у нее есть Надя. Именно поэтому Надя и находится рядышком. А Надя, конечно, рада стараться показать, как она необходима ТВ и как, что многое, да, она может для нее сделать. Ну а севка параллельно бегает и кричит на Надьку на кухне, на мамку в комнате, кричит мамке спрячь сиську, где ты вообще взяла эту кофту и так далее. Ребята, если ты видишь, что у мамы, да, ну вот произошел такой конфуз, ну всякое, может быть там лифчик, я не знаю, потерял форму, ну вот всякие бывают, да, недоразумения. Какой нормальный мужчина, вообще какой нормальный человек, а уж тем более собственный ребенок, будет на камеру матери орать спрячь свою сиську. Нажми паузу, чтобы этого никто не видел и сделай маме, да, даже не замечание, а как-то корректно намекни и попроси переодеть там верхушку одежды, да, сменить свитер. И она выйдет в другом джемпере и ты не будешь видеть никаких проблем. Но не в случае к севке, севке, то есть здесь нужно было именно все внимание зрителя сосредоточить на том, что мама потеряла сисьандру. Ну и дальше перешли к продаже костюма, просто шикарного Зара, только его нужно простернуть. Ребята, для меня это вообще, это финиш, тушите свет. Интересно, а как они грязные тряпки продают и как люди потом не брезгуют их покупать и носить? Ну то есть то, что это нездоровые люди, это факт, ну простите, как ты человек, блогер, продаешь кому-то грязную вещь, кинь в стиралку, ее простернуть 30 минут, да, повесить эту вещь, высушить и отдать, продать людям. Ведь ты за это берешь деньги. Но севка прекрасно понимает, что его зрители, которые покупают не из робкого десятка, они ничем не брезгуют и будут действительно даже в восторге от того, что эта вещь ношена севкой и плевать, что она грязная. Ну и дальше севка, конечно, перешел к Наде, назвав ее рукожопом, что это типа повар, который ни хрена не умеет. Но другой бы человек обиделся, ему было бы больно, да, что его так унизили, оскорбили. Ну конечно, не в случае с Надей. Она пытается доказать, что она все-таки хорошая, хорошая и профессиональный повар. Но убедить севку в этом она, конечно, не смогла. И дальше он просто начал на нее кричать. И вот тут думаю, Надя буквально недавно по приезду заявила, что она больше не размазня и будет давать конкретные такие вот серьезные ответки и не позволит себя больше никому засирать. Надя, интересно, ты что об этом забыла или это касалось исключительно только Марины? А перед севкой ты как овца какая-то постоянно просто блеешь. Ну и дальше севка рассказал, что мама и Надя это две врожденные засранки. А я верю и я с этим согласна. Ну и когда Надя пыталась объяснить севке, что после себя нужно типа убрать рабочее место, коль ты закончил готовить, севка ей сказал, что кто-то повар, а кто-то уборщица. Именно вот так вот он охарактеризовал Надю. Вот это четкая ее характеристика. Подобрать все, убрать, подчистить именно за домянами. И вот это, ребята, меня действительно шокировало. Во-первых, да, если бы не было уборщиц, то мы жили бы, наверное, там уборщиц, дворников, мы жили бы просто, наверное, в постоянной какой-то грязи. Это раз. А второе, как можно вот этим унизить человека? Вот это для меня было непонятно. Ну, Надя не изробковая десятка. И, конечно, как всегда, ни разу ни на что не обиделась. Ну, и дальше, ребята, меня повергло в шок, как севки скидывают раз за разом фотоотчет, как военные в госпитале раненые ребята едят его пирожки. И он одного даже паренька продемонстрировал, только закрыл лицо. Мне хочется спросить, ты что конченый, ты что, я не знаю, у тырок, у пырок, у курок, кто ты есть? Ребята, вы меня простите, а почему севка не требует у ребят фотоотчет, что они делали на войне? То есть, простите, но снимать ребят, которые едят пирожки, галимые пирожки, цена которому, я не знаю, себестоимости 5-10 гривен, и скидывать этот фотоотчет. Мне, во-первых, интересно, кто эти конченые, кто ребят снимает. Снимать за поеданием этих пирожков. Это что, я не знаю, какой-то шедевральный поступок, какой-то серьезный подвиг. Ребята, гадко, мерзко и противно было. Это не то, что даже видеть, это слышать. Я просто была в каком-то шоке. И у меня возникает вопрос, севка, а ты разознал у ребят о их подвигах? А ты разознал у ребят о их самочувствии? Как они получили эти ранения? Как они получили эти травмы? Почему они на больничке? То есть, простите, ребята, если нужно фиксировать то, что севкины пирожки едят солдаты, то что в таком случае должны фиксировать они? И, кстати, у нормального человека даже совести. Просто мысли не хватило, что нужно в госпитале снять, что солдаты едят пирожки. Это занавес. У меня возникают вопросы, как другие люди, которые выходными лепят пельмени, вареники, пирожки. Все это наготавливают и кормят ребят. У людей есть желание накормить ребят чем-то вкусным, домашним. Своим передать кусочек своей заботы, какой-то там любви, поддержки. Ребята, я не знаю, я сидела просто этим пришибленно. Я не знала, что так можно, что так вообще положено и так должно быть. Это ж какими нужно быть конченными, чтобы подойти к солдату и сказать, да, я тебя сфотографирую, как ты пирожок этот поедаешь. Это занавес. И севка, которая сидит и умиляется тем, как они едят его пирожки. Какое ты конченое. И больше всего меня поразили зрители, которые в комментариях написали, какой он молодец. А вы не хотите сказать ребятам, которые там лежат, что они молодцы, кого вы хвалите, за что вы хвалите. Ребята, я не знаю, мир действительно просто сходит с ума. И вот такие люди нас окружают. Просто очень радует, что их меньшинство, их просто много собрано на канале севки. Но то, что демонстрирует этот человек, это просто какое-то моральное уродство. Ну вот такой обзор получился. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!